9 января состоялись переговоры между Южной и Северной Кореей. Стороны встретились в пункте переговоров Пханмунджом, так называемом Доме мира, где многократно проходили различные встречи представителей Юга и Севера. Делегацию Корейской Народно-демократической Республики возглавил председатель Комитета по мирному объединению страны Ли Сонгвон, а Южной Кореей – министр по делам Национального объединения Республики Корея Чомянг Юн. Последние переговоры между государствами были в 2015 году. Стороны выразили оптимизм относительно переговоров. Основной темой встречи представителей Южной и Северной Кореи стало потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южно-Корейском Пхенчхане. О желании Северной Кореи принять участие в международных спортивных соревнованиях Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации. Любая страна – это участник мировой политики в той или иной степени, а Северная Корея – естественный участник. Она стремится к поддержанию определенного имиджа и хотят показать, что мы такие же, как все. Собственно, это им необходимо для внутренних целей, не для внешних. Надо, чтобы своему населению показать, что мы тоже участвуем, мы такие же, как все, мы побеждаем. Лидер Северной Кореи также призвал улучшать межкорейские отношения. Это позволило бы снизить военную напряженность на корейском полуострове и создать мирную атмосферу. Этот вопрос хотели поднять и делегаты Южной Кореи на переговорах. На мой взгляд, кардинальных перемен не будет, но во всяком случае будет какой-то хотя бы уровень потепления, что не так будет опасно, что не будет грозить вот этой ядерной кнопкой, а хотя бы тон риторики смягчится. Возможно, руководство Северной Кореи откажется от постоянного испытания ракет. Соответственно, другая страна проводит постоянное учение. И вот этот обмен вот этими акциями, возможно, он прекратится, но тогда от этого все выиграют. Кроме того, стороны собирались обсудить пути улучшения их долговременных связей. Глава делегации Южной Кореи заявил, что на переговорах будет попытка затронуть вопрос семей, разделенных войной. Переговоры уже вызвали одобрение других стран. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал переговоры большим началом. По его мнению, их позитивный результат стал бы прекрасной вещью для всего человечества. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.